Побеждал не один Снайдер. Пятеро дагестанских вольников выиграли золотые медали международного турнира в Хасавюрте. Соревнования о памяти прославленных борцов 19-20 веков завершились в минувшее воскресенье. Итоги подвел наш спортивный корреспондент Курбан Рагимов. Ему слово. Этот эпизод предрешил исход финальной встречи в весе до 65 килограммов. Судьи оценили действия махачкалинца Шамиля Мамедова в 4 балла. Команда Ибрагима Абдурахманова не согласна. Схватка медалистов молодежного первенства мира продолжается. На кону первый взрослый трофей. Хасавюртовец всеми силами пошел вперед, но чтобы сравнять счет, у него не хватило времени. До этого боролся по молодежи. И вот первый год. Сейчас у меня по взрослому. И первый турнир такой по взрослому. Можно сказать, что ты уже во взрослой борьбе будешь больше себя пробовать? Или еще есть какие-то... Есть еще в возрастной категории до 23 лет. Параллельно буду и там до 23 лет и по взрослым пробовать себя. Турнир в Хасавюрте собрал более 150 вольников из 15 стран мира. И несмотря на то, что большее внимание здесь было приковано к главной звезде, американцу Кайлу Снайдеру, местные борцы решали свои задачи. Хозяева ковра были представлены отдельным составом. Так, по итогам трех дней в копилке сборной пять золотых медалей из десяти возможных. Помимо Шамиля Мамедова, награды высшей пробы завоевали воспитанники спортшкол Дагестана Ахмед Идрисов, Курбан Шираев, Абубакар Муталиев и Мохмад Насырхаев. В основном финале наши ребята тоже. Поэтому видно, что ребята голодные до борьбы, хотят бороться. Поэтому очень такие компромиссные схватки, горячие схватки. Ихний подход, ихняя форма, ребят, желание победить мне сегодня нравится. Соревнования в Хасавюрте знаменуют собой окончание борцовского сезона. Но уже в январе вольников ждут новые старты. В конце следующего месяца спортсмены выступят на традиционном Ярыгинском турнире в Красноярске. Первый этап подготовки начнется уже в ближайшие дни.